Большие вести продолжает Вести Ульяновск. В студии Владислав Витковский. Добрый вечер. Смотрите в нашем выпуске. В Майинском районе будут пить чистую родниковую воду, когда райцентр и Капушевка получат отремонтированный водовод. Чем кормят в ульяновских больницах? Ревизия нагрянула на кухне и посидела за обеденным столом. Всей семьей бегом за здоровьем. Кросс нации в Ульяновске получился массовым. Программа «Чистая вода» в действии. Реконструкция нескольких километров магистрального водопровода в рабочем поселке Майина идет полным ходом. Это масштабный проект. Ценою не в один десяток миллионов рублей. В ходе рабочей поездки в район работы проконтролировал глава нашего региона Сергей Морозов. В селе Капушевка ремонт водопровода начали в прошлом году. Он обветшал и пошли перебои с водой. Несколько километров водовода сельчане решили отремонтировать по региональной программе местные инициативы, когда жители оплачивают 5% стоимости работы. Говорят, так быстрее и надежнее. И в прошлом году часть работ 3,5 километра было водовода заменено. На это мы собрали около 100 тысяч рублей. В этом году мы снова 150 тысяч. В этом году около 100 тысяч собрали. Это 5% от смертной стоимости этого всего водовода. И сейчас работы уже, видно, ведутся. Мы надеемся, что к началу зимы этого года водовод будет введен в эксплуатацию. Свою рабочую поездку в Майинский район глава региона Сергей Морозов начал как раз с осмотра ремонта водопровода в селе Капушевка. А мы вот где берем? Сродников. Сродников. Через Тагайку, через Решку, ближе к Уржомску. Вот между Уржомским и Тагаем, вот так, в середине. Дебит родника хорош? Да, там бьет. На майну хватит. В самой майне также идет реконструкция магистрального водовода. Она проходит в несколько этапов. В этом году на нормализацию системы водоснабжения в рабочем поселке выделено 20 миллионов рублей. И по запорной моторе, и по магистральному водоводу. Три километра водовода мы полностью меняем. Плюс проводится работа на аварийных участках непосредственно в самом рабочем поселке. На сегодняшний день выполнение работы составляет порядка 30%. До 1 ноября все работы должны быть завершены. Это вот первый этап, который мы выделили в текущем году. В следующем году мы также планируем порядка 20 миллионов рублей направить на ремонтные работы, для того, чтобы продолжить начатую работу. Выполненные в этом году работы позволят улучшить качество воды и ее стабильную подачу. Это окончательно снимает у нас на сегодняшний день? Нет, еще один заход надо будет. Это значит емкость накопитель 600 кубов. Станция первого подъема. Для того, чтобы подать воду до станции второго подъема, до майна, нужно 3 часа как минимум. Есть и не дай бог что-то отключается. Емкость быстро выкачивает в течение часа. А для того, чтобы наполнить вновь, надо еще 3 часа. То есть получается разрыв. Нам нужна емкость как минимум на 600 кубов. Цена этого вопроса еще 10 миллионов рублей. Полностью реконструировать водовод в майне планируют в 2019 году. Дмитрий Емельянов, Элла Шахова, Дамир Губеев, Вести Ульяновск, из Майнского района. Ревизора по Ульяновске. В регионе организованы проверки лечебного питания, отданного на аутсортинг. Представители Министерства здравоохранения и общественники посещают больницы и стационары, чтобы продегустировать больничную еду и следовать условия ее приготовления. Подробности в нашем сюжете. Здравствуйте. Министерство здравоохранения. Советный министр по противовестию коррупции. Мы будем проверять качество питания. Проверка питания, как и положено, для детской областной больницы стала неожиданностью. Сотрудники сначала хватаются за сердце, но потом выдыхают и пускают внезапного ревизора на кухню. Комиссия по проверке лечебного питания, отданного на аутсортинг, была создана в ответ на обращение жителей области. Жалобы на некачественную еду теперь проверяют общественники, депутаты и представители Министерства здравоохранения. У каждого члена комиссии есть меню учреждения, которое закреплено за ним. И, соответственно, он сам выбирает, когда ему прийти на завтрак, на обед, на ужин, на полник и что ему проверить. Комиссия проверяет своевременность доставки лечебного питания, температурный режим, качество приготовления пищи, вес, соответствие меню. В Ульяновской области на аутсорсинг по питанию отдано 17 лечебных учреждений и учреждений соцзащиты. За каждым из них закреплено три члена комиссии, которые могут проверять как группой, так и поодиночке, но не реже трёх раз в месяц. Такая чистота оправдана, считают специалисты, ведь от этих завтраков, обедов и ужинов зависит здоровье населения. Это ограничения идёт в соли, идёт в каких-то сахарах детям с диабетом. То есть некоторые есть ограничения в продуктах. У нас много диетических столов рассчитано, то есть это где-то 15 у нас столов. Ну и иметь, допустим, 16 стол для детей до года. Не менее важны и вкусовая составляющая, и разнообразие. Мнения пациентов в отчёте также учитываются. Хорошо кормят, очень вкусно. Разнообразие. На вторые завтраки, соки всегда. Но перед сном обязательно молочные. Или молоко, кефир обязательно. И на ужин тоже так. Ну я несколько дней лежу. И мясные обязательно тоже блюда. Котлетки, тефтельки, вот всякие. Ну вкусненько, прям как всё по-домашнему. Эффективность работы комиссии налицо, говорят в региональном Минздраве. Проведённые проверки, предпринятые меры и полученные результаты комиссия обсуждает ежеквартально. По результатам заседания комиссии формируется общее мнение и доводится до министра здравоохранения области. Ирина Силкина, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. В Ульяновской области сложилась благоприятная погода для картофельной уборки. Этим не приминули воспользоваться аграрии. Труженики села активно включились в урожайную битву. Среди тех, кто преуспел в полевых работах, хозяйство Старомайнское. В этом сегодня убедился Эдуард Истомин. Эх, какая картошка красивая, да? В агрофирме Старомайнское математический плюрализм. Картофельный урожай здесь измеряют как сетками, так и контейнерами. У корнеплодного изобилия своя формула. Хорошие семена, искусственный полив плюс благодатная погода. Ну, примерно еще дней 15 уборки еще предстоит. То есть половину как бы уже с 55 гектар убрали. Осталось за малым еще 65 гектар. В гектарную бухгалтерию ведут механизаторы. У Николая Семачкова рабочий день с 8 до 8. Но уборка сродни футболу, который состоится в любую погоду, шутит труженик. И не только дождик мешает скорости в работе. В начале лета вымокло, замокло все, а теперь пересохло. И коркой лежит пласт. Как мерзло, уберем. В хозяйстве сделали ставку на проверенные сорта. Это Red Lady, Rosara, Belmondo. В день местные аграрии собирают до 100 тонн картошки. В этом году корнеплодная страда продлится, по всей видимости, до середины октября. Урожайность в этих сортах, на которых мы остановились, они хорошие. Объем будет не меньше прошлого года. Небось, картошку все мы уважаем. Эти слова из песни Владимира Высоцкого помнят и в агрофирме. Чтобы второй хлеб не перемерз зимой, его пункт хранения утепляет сеном. Но до реальных холодов еще далеко. Ну, действительно, бабье лето пришло. И мы сейчас, наши сельхозпроизводители, те, кто высеял овощи и картошку, сейчас активно убирают. Мы убрали 40%. Но я думаю, что в этом году урожай мы подтянем, даже будет выше, чем в прошлом году. Средняя урожайность картофеля по области чуть более 150 центеров с гектара. Для средней полосы это неплохо. В профильном министерстве заверили, что регион уже обеспечил себя картошкой, а излишки может продать соседям. Эдуард Истомин, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск и Старомайнского района. Порядка 70 могил ветеранов Великой Отечественной войны и 6 аллей славы благоустроены в эти выходные на территории нашего региона. Во всероссийской акции приняли участие около 150 волонтеров Победы Ульяновской области. Шуршат первой осенней листвой, убирают могилы участников Великой Отечественной. Очередной субботник волонтеры Победы проводят на самом старом кладбище в центре Ульяновска. Здесь захоронений участников войны больше всего. Мы с вами пойдем вон туда, там есть захоронение, мы его покрасим в ограду, вычтем мусор оттуда и траву подергаем. Хорошо? Мешки у вас есть, сюда, если что, приходите, я вам еще в мешки даю. Хорошо? Кирилл Богданов возглавляет группу по уборке и благоустройству памятных мест по всему нашему региону. В прошлом году эти ребята уже прославились своими делами на всю страну. В прошлом году мы нашли могилу генерала, который был участником Великой Отечественной. Он был командиром Суворовского училища в Казани. Мы пришли, оно было просто в ужасном состоянии. Мы, когда уже убрали, полностью очистили, мы поняли, кто это, поняли, чья могила. И на самом деле нас это очень удивило, потому что действительно человек очень известный. Но состояние было просто кошмарное. И мы были рады тому, что смогли хотя бы таким образом воздать дань памяти этому человеку. Хотя бы таким образом отдать дань людям, положившим здоровье и жизнь за страну, в которой живем сегодня мы. Это третий субботник, который организованно проходит по всей России в этом году. Активисты движения убирают мусор, обновляют старую краску, очищают от грязи монументы, мемориальные плиты и стелы. Но благоустройство памятников – это только один из видов работы волонтеров Победы. За эти два года мы уже практически большое количество навестили ветеранов Великой Отечественной войны, собрали информацию. Мы провели определенное количество уже мероприятий, патриотических мероприятий. Это всероссийские квесты. Можно сказать, мы провели образовательные игры в муниципальных районах. Ну и, конечно же, мы благоустроим именно памятные места. Среди активистов – учащиеся средних учебных заведений, университетов, работающие молодежь и люди постарше из тех, кто также решил присоединиться к направлению. В эту субботу по всему региону благоустроено порядка 70 могил и 6 аллей славы. В Ульяновской области в акции приняли участие около 150 волонтеров Победы. Ксения Грищенко, Наталья Степанова, Сергей Свешников. Вести Ульяновск. В Ульяновске прошел кросс нации 2017. Более 400 ульяновцев пробежали дистанцию на биатлонной базе «Заря». Поучаствовать в соревнованиях могли все желающие, независимо от возраста. Напомню, данное мероприятие проводится в России с 2004 года. Основная цель кросса нации – это пропаганда здорового образа жизни и привлечения жителей страны к занятиям физической культурой. Бегут все от мала до велика. Впервые соревнования открывают малыши и их родители. Забег не на первое место, но на участие в масштабном и дружном семейном празднике спорта. Я считаю, что здоровый образ жизни и физическая культура – это неотъемлемая часть нашей жизни. Я сама мама четверых детей. Старший сын занимается здесь, в школе биатлона. И я хочу, чтобы все мои дети выросли здоровыми, красивыми, стройными. Я очень люблю бегать. У нас семья большая, дружная и спортивная. Дочка танцевала сегодня. Сын вместе бежит. Сейчас на тренировку побежим. А это подрастающее поколение. Тоже пусть занимается здоровым образом жизни, спортом. Среди участников как совсем новички, так и именитые спортсмены. Наталья Шагиева – мастер спорта международного класса по легкой атлетике и мама пятерых детей. Она считает, что любовь к физической культуре закладывается с детства и служит основой для крепкого здоровья. Но повлиять на детей можно лишь собственным примером. Папа говорит младшему, ты почему на турник не выходишь? Раз, сказал два, сказал три. Я говорю, Рустам, давай-ка по-другому. Он сам вышел первый раз на турник, с утра, как только стоит, второй раз. И вдруг мы замечаем, что мы ребенку перестали это говорить. Он сам начал выходить и подтягиваться на турнике. Поэтому родители вперед. Биатлонная база «Заря» в Заволжском районе выбрана местом проведения забега не случайно. Живописная лесная беговая дорожка, удобные раздевалки и судейское – все необходимое оборудование. Забеги прошли по девяти категориям. Всего бежало более 400 человек. Я занимаюсь спортом, кикбоксингом с 10 лет. Мне нравится спортом заниматься, во-первых, за то, что дают баллы к ЕГЭ. Во-вторых, поддерживать форму свою можно. И саморазвитие. К бегу я отношусь так же хорошо, как к любому спорту. Сегодня мы бежим не так много километров. Обычно мы бегаем больше. Я занимаюсь биатлоном. Мне нравится бегать, заниматься спортом, проводить время на свежем воздухе. Спорт развивает сердце, вестибулярный аппарат. А еще не дает заплыть жиром. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поздравил всех бегунов с праздником и рассказал о планах по развитию биатлонной базы. Приняли решение об увеличении финансирования и создании здесь еще дополнительной трассы, которая будет хорошо освещаться и которая будет приспособлена для любого человека, который преследует здоровый образ жизни. Хочу заверить вас о том, что мы и впредь будем терять большое внимание в рамках своей региональной политики здоровому образу жизни, развитию физической культуры, развитию спорта. Также в рамках мероприятия Сергей Морозов вручил удостоверение мастера спорта международного класса Светлане Салуяновой, победительнице турнира по боксу. А также удостоверение мастера спорта России Дамиру Шарафуддинову, победителю первенства мира по армспорту. Ирина Силкина, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. Традиционно наш выпуск завершит прогноз погоды, информации синоптиков. А у меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До встречи. В ближайшие сутки атмосферное давление будет падать. Температура воздуха ночью по области плюс 9, плюс 14 градусов. В Ульяновске 10, 12. Завтра днем по области плюс 23, плюс 28. В Ульяновске 25, 27 градусов. В лесах по востоку области сохраняется высокая пожарная опасность четвертого класса. Редактор субтитров А.Семкин